МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Речь Армена Кабрамяна к 155-летию Комитаса. Наше право жить и сохранять культурное наследие Западной Армении. 27 сентября – четвертая годовщина Второй Арцарской войны. Масиси – французский город Экс-Ан-Прованс, города Поворотимы. Сыны Западной Армении – Исраэль-Ории. 88 индифицированных, но не захороненных тел солдат с ДНК через 4 года после войны. Число погибших в Иване превысило 600 человек. Василий Спальмас посетил мемориальный комплекс жертв киноцита. Сегодня очень важный день. Мы собрались, чтобы отметить 155-летие Комитаса. Комитас – величайшая фигура армянской нации и символ нашей национальной идентичности. Родился на земле, который и сегодня продолжает бороться за свое существование, право и сохранение культуры в Западной Армении. Мы живем в то время, когда необходимо более чем когда-либо защищать наши права. Армяне Артаха, как и Западной Армении – коренной народ, а не меньшинство. Они борются, чтобы мир признал их коренными жителями, отстаивая право каждого народа жить и выживать на своей собственной земле. Наше право такое же, как у всех народов – жить и развиваться, сохраняя нашу культуру, религию и традиции. Мы работаем в рамках ООН, чтобы защитить наше право и восстановить те богатства, которые принадлежат нам, Западной Армении. Наше наследие, наша земля и культура – это краеугольные камни наших духовных и материальных ценностей, которые нужно сохранить и передать следующим поколениям. Музыка Комитаса – ключевая часть нашей культуры, основа нашей идентичности. Слушая его музыку, мы приобщаемся к нашему национальному и духовному культурному наследию, который существует тысячелетиями. Сегодня я говорю на армянском языке, языке, корни которого уходят древние времена, языке, который жив и который мы должны сохранить и передать поколениям. Я армянин, и этот язык является неотъемлемой частью моей идентичности. Мы – нерелигиозное мишиство, мы – коренной народ, чье существование восходит задолго до христианства. У нас есть наследие Тиграна Великого, которое напоминает нам о нашей могущественной и независимой исторической Армении. Мы имели сильное государство и обладаем богатым языком, культурой, религией и традициями, которые мы обязаны защищать и сохранять. Сегодня, слушая музыку Комитаса, мы наслаждаемся его произведениями, постанавливая и подтверждая нашу культуру и идентичность. 27 сентября исполняется четвертая годовщина начала Второй Арцахской войны. Четыре года назад в этот день началась 44-дневная война, ставшей одной из самых серьезных вызовов для Армении и Арцаха. Баку при поддержке Турции начал масштабные военные действия, используя ракеты, артиллерию, тяжелое вооружение, беспилотники и запрещенные виды оружия, в том числе против гражданского населения. В результате атаки Баку захватило район Гадрут и Шуши, также соседние южные районы, которые находились под армянским контролем. В ходе войны обе стороны понесли огромные потери. Тысячи солдат и гражданских лиц погибли, многие получили ранения. Войнные действия прекратились 9 ноября 2020 года, когда было подписано трехстороннее соглашение между Восточной Арменией, Азербайджаном и Россией. В рамках этого соглашения Азербайджан также взял под контроль оставшиеся территории семи районов, прилегающих к Арцаху, которые до этого находились под контролем армянских вооруженных сил. В ход войны. Падение Джабраила на второй неделе войны. Потеря Гадрута на третьей неделе войны. В ход азербайджанских сил на постовых Шуши на пятой неделе войны, что в конечном итоге привело к падению Шуши. В Массисе французский город Экс-Ан-Прованс подписали соглашение о побратимстве. Основываясь на установлении официальных дипломатических отношений между Францией и Восточной Арменией 24 февраля 1992 года, также на теплых и дружеских связях между двумя общинами, стремясь укрепить эти отношения через прочное сотрудничество, обе стороны согласились. Руководствуясь принципами справедливости и беспредстрастности для углубления отношений, город Экс-Ан-Прованс и община Массис обязуется содействовать и развивать обмен опытом, реализовать совместные проекты в интересах местного развития, особенно в области молодежи и образования культуры, солидарности, устойчивости, экономики, инновационных технологий, безопасности и спорта в соответствии с установленными отношениями между двумя странами. Стороны, подписавшие соглашение, также будут способствовать развитию партнерских и дружеских отношений между гражданами двух общин. Сыны Западной Армении Исраэль Ори Исраэль Ори вошел в армянскую историю как человек, объездивший весь мир собственным планом по освобождению Армении. Исраэль Ори был убежденным сторонником освобождения армян от османского и персидского правления. Провел большую часть жизни в неустанных переговорах с европейскими державами, успешно убеждая их поддержать независимость армян на их родной земле. Исраэль Ори родился в 1658 году в области Сюник на юге Армении, благородной семье. В стремлении помочь своему народу Ори объездил всю Европу, ввел переговоры с папой римским, немецким герцогом, императором Австрии, Леопольдом, советником короля Людовика XIV во Франции и императором России Петром I. Исраэль Ори умер так и не достигнув своей цели. Его преданность делу освобождения Армении предвосхитила многие национальные движения за независимость, возникшие в последующие столетия, включая движения за свободную Армению. Газета Жоглурт пишет, спустя четыре года после 44-дневной войны в моргах все еще находятся останки 88 идентифицированных, но не захороненных солдат с ДНК. Родители погибших отказываются принимать результаты экспертиз ДНК, не доверяя соответствующим органам и считая, что полученные данные далеки от реальности. Председатель комитета по защите прав человека Национального собрания в Восточной Армении Токуито Масян отметила, некоторым родителям были переданы останки с несоответствующими данными. Зафиксированы случаи, когда родители выяснили, что их сын находится в плену, но его имя не включено в список. Как сообщает правительство Ливана, число погибших в Ливане в результате израильских авиаударов превысило 600 человек. Начавшаяся понедельник атака продолжается. Сегодня в результате авиаударов погибло 9 членов одной семьи, в том числе четверо детей. Хезбола, признанная западом террористической, заявляет, что в ответ на израильские удары по Израилю были выпущены ракеты. Агентство Роттерс пишет, израильская сторона обезвредила множество ракет, но тем не менее нормальные же в северных районах Израиля нарушены. Соединенные Штаты, Франции и ряд других стран предложили немедленно установить 21-дневное перемирие. Это предложение обсуждается, заявил премьер-министр Израиля. После того, как Бениамин Нентаньяху был в Нью-Йорк, его офис опубликовал сообщение. Премьер-министр приказал вооруженным силам продолжать операцию в полную силу. Министр обороны Кипра Василис Пальмас посетил мемориальный комплекс жертв геноцида, воздав дань уважения памяти жертв. Министр возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память жертв, совершенного против армян геноцида. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!